Новости Ленёва Молодёжь из Китимского района выбрала своего представителя в Молодёжный парламент Новосибирской области. Юные пловцы на этой неделе состязались в скорости на первом открытом чемпионате из Китимского района по плаванию. В Первой Ленёвской школе состоялся районный семинар преподавателей иностранных языков, а в специальной коррекционной школе-интернате ребята приняли участие в смотре «Строя песни». День всех влюблённых отпраздновали в Ленёвской поселковой библиотеке. Участие в празднике приняли и члены общества инвалидов. 13 февраля в понедельник на территории Новосибирской области состоялись выборы кандидатов в Молодёжный парламент Новосибирской области второго созыва. Молодёжь из Китимского района участие в подобных выборах принимает не в первый раз. Парни и девушки в возрасте до 30 лет выбирают представителя их законных прав и интересов, которые будут продвигаться на областном уровне. На прошлых выборах два года назад победила представительница рабочего поселка Ленёва Екатерина Курепина. И на протяжении двух лет она исполняла обязанности члена Молодёжного парламента. Сегодня мы выбираем нового представителя. От Искитимского района баллотируются три кандидата. Все три кандидата, так получилось, что представляют рабочий посёлок Ленёва. Голосование проходит на одном основном участке и четырёх выездных. Один из выездных участков у нас находится в рабочем посёлке Ленёва во взрослой библиотеке. И сюда будут приходить молодые люди, проживающие в рабочем посёлке Ленёва и в близлежащих населённых пунктах. Ленёвская взрослая библиотека, являясь одним из общественных и культурных центров посёлка, с готовностью приняла участие в Молодёжном движении, предоставив удобные условия для избирательной комиссии и для голосующих. Очевидность важности данного события не нуждается в объяснениях. Я считаю, что выборы Молодёжного парламента в первую очередь даёт молодёжи опыт принятия участия в выборах. Мы как старшее поколение приучаем детей уже участвовать в выборах, быть политически более-менее грамотными. У нас, если выборы в депутаты всеразличных уровней принимают с 18 лет, то здесь ученики могут принимать с 16 лет. Они выбирают своего кандидата, у которого есть программа, есть свой взгляд на участие в политической жизни, на участие в решении молодёжных вопросов. И поэтому мы надеемся от них, как дополнительную помощь, дополнительную, что они могут сказать от наших учащихся, от нашей работающей молодёжи. Могут что-то сказать в молодёжном парламенте и в законодательном собрании в Новосибирской области. Они могут помочь нам решить многие проблемы. Такие, ну скажем, как сегодня очень важная проблема для Линёва, это строительство спортивного комплекса. То есть каждый на своём месте должен принять участие в решении каких-то политических и важных задач. Поэтому мы принимаем непосредственно участие сегодня в выборах, оказываем помощь отделу по делам молодёжи в этой, я считаю, очень нужной и хорошей акции. Потому что все за всё это время лидеры, которых выбирали в состав молодёжного парламента, они действительно оказывались лидерами, они действительно оказывали свою работу. И сегодня они не на последнем месте в Новосибирской области. Работа на избирательном участке закипела с самого утра. Активная молодёжь спешила поддержать своим голосом своего кандидата, того, кто на их взгляд будет достойно представлять посёлок и район в целом в законодательном собрании Новосибирской области. Мне кажется, это для всех важно выбрать депутата, что может измениться многое с новым кандидатом, поменяется. Также для молодёжи это очень сильно важно. А со списком кандидатов вы как-то знакомы были заранее, где-то присутствовали? Да, я прочитала. Это, в принципе, размещалось в интернете, что я читала описание кандидатов. И там всё было написано, что и число было написано, что, ну где, что, как будет проходить, за кого и как. Ну что-то вот решили собраться, вот пришли проголосовать. Мы хотим, чтобы достойный представитель молодёжи отставил наши права в районе. Когда мы узнали, что Серёжа баллотируется вот сюда, вот, мы решили его поддержать, так как он действительно достойный представитель. Он всегда участвует во всех разных мероприятиях в нашей школе. Вот, активный очень, но, мы думаем, достойный кандидат. Сергей, о котором говорит Вика, это кандидат в молодёжный парламент Сергей Чумаченко, ученик 11 класса 4-й линёвской школы. Именно он, по мнению большинства молодых линёвцев, является самым достойным представителем их интересов на областном уровне. За его кандидатуру проголосовали 49,4% избирателей. На втором месте по числу голосов оказался Александр Исаев, менеджер региональных продаж в обществе с ограниченной ответственностью ФСП. За него проголосовали 30,7%. Меньше набрала кандидатура Сергея Верёвкина, ЗАУ «Энергопром» на ВЭС – 19,9%. Позади нелёгкая борьба, разработка программы, проведение предвыборной кампании. Но настоящая сложная работа начинающему победившему политику только предстоит. В течение ближайших двух лет Сергей Чумаченко будет членом молодёжного парламента области. Сейчас, конечно, это такое чувство эйфории, победы, что вот, я достиг этого. Но в дальнейшем, мне кажется, это будет не очень легко, потому что это очень ответственно. Я становлюсь не просто человеком, который всегда говорит от своего имени, а там я уже буду говорить от имени всего района в целом, ну и посёлка в частности, так как моего родного дома. Ну, конечно, здесь очень большую роль сыграла школа, в которой я учусь, четвёртая школа. Очень большое спасибо всем тем, кто помог мне в этом, всем тем, кто поддержал меня, пришёл, проголосовал. Вот, они внесли, наверное, даже очень значительный вклад в мою победу, если даже не основной. Ну, а что нам стоит на программу? Ну, я как человек ещё, который учится в школе и не вступивший, да, там, в сферу студенчества и ещё не испытавший таких больших проблем, да, например, там, с жильём или с какой-то зарубной платой. Моя программа в основном настроена на культурное развитие, да, это произведение культурных мероприятий, на борьбу с различными преданными привычками, да, это сейчас очень большая проблема, особенно в видах молодёжи. Также она направлена на то, что продвижение различных инициатив, и он, культура, воспитание подрастающего поколения так, как мы его воспитаем, так мы и вырастим. Впереди у Сергея непростое время. Являясь выпускником 11 класса, ему предстоит сдача ЕГЭ, затем поступление в ВОЗ и первый, наверное, самый сложный для студента год обучения. Но Сергей уверен в своих силах. Он полон оптимизма и решительности для того, чтобы принести пользу своему району. 11 февраля на базе спорткомплекса «Риф» состоялся первый открытый чемпионат Искитимского района по плаванию среди детей. Организаторами первого открытого чемпионата Искитимского района по плаванию выступила администрация района совместно со спорткомплексами «Риф» и «Кристалл». Бассейн давно уже в рабочем поселке появился. Плавание я вижу, что набирает обороты. Вид очень красивый, интересный, большое количество участников. Поэтому руководитель спорткомплекса «Риф» вышли с предложением на отдел по физкультуре включить и организовать такое мероприятие, как чемпионат района. У нас по всем видам чемпионаты есть, а вот именно по плаванию пока на данный момент нет. Мы, конечно, с удовольствием поддержали, поскольку это в первую очередь наши детки, которые упорно трудятся на тренировках, которые показывают уже неплохие результаты. Поэтому было решено с этого года включить в официальный календарь спорткомитета данные соревнования, для того, чтобы мы могли не только смотреть за нашим подрастающим молодежью, но и давать им путь куда-то дальше. Я думаю, что данные соревнования, они еще послужат большим плюсом, что сегодня возрождается Всероссийский спортивный комплекс ГТО, а там один из видов испытаний – это есть плавание. Поэтому детки сегодня, которые покажут результаты, они могут рассчитывать на то, что данные результаты пойдут им в копилку сдачи норматива в ГТО. Это дебютное первенство района оказалось весьма успешным. В соревнованиях приняло участие около 124 человек. Состязания на воде проходили в пяти возрастных группах. Сегодня принимают участие все возрастные группы. Это пять возрастных групп, начиная с 2009 года и младше, есть 2010 год рождения. И самые старшие – это 2000 год, то есть это возрастная группа 2002 и старше. Самому взрослому, самому старшему, он 2000, получается 17 лет. Говорить про географию участников, то сегодня в соревнованиях принимают участие не только жители Искитимского района, но и города Искитима и города Берска. Я думаю, что с каждым годом география участников будет расти, и я думаю, наш турнир будет собирать всех звезд с нашей большой Новосибирской области. Плавание – один из самых зрелищных видов спорта. Популярность занятий на воде не нуждается в доказательствах. Они одинаково любимы и мальчишками, и девчонками. Участники соревнований проходили разные дистанции, в зависимости от возрастной группы. Стиль прохождения дистанции – вольный. Болельщики, тренерский состав, родители и, конечно, судьи соревнований. Все они одинаково внимательно следят за перемещениями пловцов, мысленно находясь с ними там, на дорожке. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Соперники собрались сильные. У спортсменов, тренирующихся в спортивном комплексе «Кристалл», опыт выездных соревнований богатый. И здесь чувствуют они себя уверенно и комфортно. Ребята уже принимали участие на областных соревнованиях, выезжали на Кубок Сибири, есть такой проходит у нас, где входили в десятку лучших, то есть занимали шестое, седьмое места. Ну и на областных соревнованиях младшие ребята выступают неплохо. Сегодня же они поедут после обеда выступать в такие соревнования, как «Дети воды» – это новое соревнование, у нас будет проводиться в области. Они ранее участвовали, тоже занимали призовые места, младшая категория – это начиная с 2006 года и младше. Ленёвские ребята на чемпионате были представлены в меньшинстве. Юные спортсмены разболелись. И на присутствующих была возложена двойная ответственность. Отстоять честь посёлка удалось девочкам. По поводу выступления наших ребят могу сказать так. То есть спортивные группы мы начинаем в этом году формировать. Спортивных групп у нас до этого не были, были учебно-тренировочные. Но уже результаты из учебно-тренировочных групп, три девочки у нас заняли места. Иванникова Мария, Постникова Ксения и Безлудская Елизавета. Вот кто у нас с медалями на районных соревнованиях. Результат неплохой, учитывая тот факт, что в Ленёвском отделении плавания до нынешних пор не существовало спортивных групп. Их отличие от учебно-тренировочных в повышенном уровне занятий. Почему мы не начинали? Потому что мы дошли до определённого уровня, до потолка. И сейчас нам необходимо увеличивать нагрузку для детей, которые у нас одарённые, будем так считать. Поэтому мы приняли решение с директором начинать спортивные группы набирать. В этом году начнём спортивные группы и посмотрим, в следующем году будем уже выезжать на какие-то более серьёзные соревнования и стараться уже завоёвывать медали. Во вторник, 14 февраля, в стенах 1-й Ленёвской школы состоялся районный семинар, организованный для преподавателей иностранных языков. Районные семинары в Ленёвской средней школе номер один проводятся часто. В качестве гостей здесь бывают и директора школ со всего Искитимского района, и их помощники, и преподаватели самых разных дисциплин. На этот раз к обмену опытом были приглашены учителя иностранных языков. Тема семинара – использование технологии продуктивного чтения на уроках иностранного языка. Началом семинара стали открытые уроки в двух классах. Их подготовили учитель немецкого языка Нина Васильевна Гущина и преподаватель английского языка Марина Львовна Муминова. Город – это животное. Чарап – это животное. И что это старый мир? Что это старый картинка? Нет. Они живут в лесах. Нет. В России. Современные школьники учат иностранные языки не так, как мы раньше. Совсем по-другому. Одна из отличительных особенностей нынешнего обучения – технологии продуктивного чтения. Итак, технология продуктивного чтения предполагает – это работа до текста, работу во время чтения текста и работу после текста. Казалось бы, ну что такого здесь? И мы, когда учились, то же самое было. И до текста работа, и с текстом работали, и после текста учитель нас что-то спрашивал. Но здесь особенность заключается в том, что учитель не является давлеющей единицей. То есть я вам сейчас скажу, вы будете делать. То есть он создает такие условия, при которых ребенок испытывает потребность, именно потребность, работать с текстом. То есть он у него создает такие условия, когда у него нет другого выбора. Только получать знания, используя текст. То есть по-другому. Мы учим, или как создаем условия, для того, чтобы у ребят образовалось такое умение, умение работать с текстом. Скажем, если взрослые, мы сейчас уже будучи взрослыми, когда пишем какие-то заявления, какие-то бумаги, мы всегда испытываем некоторые затруднения. Потому что нам нужен некий образец. То есть мы не можем точно сформулировать и написать, расположить, как все это нужно. То есть найти соответствие, там еще что-то. Когда читаем инструкции по лекарствам, мы как читаем? Быстренько прочитал, прочитал, и чуть-чуть додумал еще плюс к этому. И получается, что мы как бы не точно воспринимаем текст. А вот продуктивная технология предполагает, чтобы человек учился точно воспринимать то, что там есть фактический материал какой, и какой контекстный. То есть какие там есть еще возможности для контекстного представления. Какие внутренние связи в тексте есть, что чему соответствует, что чему не соответствует, какие можно предположить выводы сделать и так далее, и так далее. То есть вот эта работа вся с текстом учит или формирует у них такое универсальное умение работать с текстом. Как говорят сами педагоги, эффективность такой работы оценить сразу не получится. Это системная деятельность, состоящая из множества этапов, первой из которых научиться по-новому учиться. Преподаватель лишь помощник по добыче знаний, мудрый, ненавязчивый наставник. Главенствующая же роль закреплена за учеником. Это веяние федеральных государственных стандартов. В соответствии с ними же учитель, помимо урочной деятельности, обязан заниматься с детьми и внеурочной работой. Демонстрация этого направления была предложена участникам семинара после открытых уроков и представляла собой мероприятие, полностью построенное на знании иностранного языка, стихи, песни, диалоги. С ответственной задачей по принятию гостей педагоги справились. За круглым столом, завершающим семинар, учителя школ района рассказывали о том, как поставлена работа в их школах, какие приемы леневских педагогов они обязательно возьмут на заметку и, в свою очередь, сами давали советы друг другу, как сделать уроки иностранного языка интереснее, легче и продуктивнее. Главный мужской праздник 23 февраля в Ленево начали отмечать уже на этой неделе. В специальной коррекционной школе-интернате учащиеся демонстрировали способность командовать и выполнять указания. Смотр, строя и песни – ежегодное мероприятие, проводимое в стенах специальной коррекционной школы-интерната в преддверии самого главного мужского праздника в году – 23 февраля. «Защитник Отечества, мир на земле, вода в роднике, свежий хлеб на столе, надежда, уверенность, завтрашивание, стабильность и счастье в огромной стране». «В этот день мы отдаем дань уважения тем, кто в наше время несет нелегкую военную службу. И песня имеет большое значение в этих буднях. Она помогает жить, помогает побеждать». «В час, когда на марше роты с полной выплавка едят, в час, когда в краю пехота от похода не стоят. И когда помехли духом, вдруг бойцы в пути спешат, или там похода просит руки, просит музыку душа. Хоть на мир, на полете, на дороге, на дороге того, лучше нет веселой песни. Звонка песни фронтовой. Звонка песни фронтовой. Вот сегодня мы с вами и послушаем звонкие боевые фронтовые песни». Но самим песням предшествовала сдача рапортов командиров отрядов о готовности к проведению смотра. Каждый класс представил свою команду со второго по девятый. «Отряд, камняйсь, смирно, наша команда! Голубые привет! Наш девиз «Мы команда! Смирно, мы лучше!» «Мы команда! Сама, мы лучше!» «По порядку номеров рассчитайся! Первый, второй, четвертый, пятый, шестой, рассчитай, кончу!» «Елена Сергеевна, команда «Голубые береты» в количестве семи человек на смотров строя песни построена. Командир Кунгурцева Александровна. Вольно!» Весь процесс проведения и очередности смотра строя и песни ребятам хорошо знаком. Никаких нововведений каждый Новый год не приносит. И все же ученики заметно волнуются, ведь на них смотрит не только вся школа, но еще и жюри. Уже который год представлено оно в большинстве своем членами Совета ветеранов педагогического труда, давними добрыми друзьями школы. «Мы рады, что вы нас приглашаете всегда на этот, я скажу так, святой праздник. Мы уже несколько лет у вас присутствуем. Мы рады, уважаемые дети, видеть ваши красивые, счастливые лица, вашу нарядную форму, ваше старание занять почетное место в этом святом соревновании. Мы рады, что вы готовитесь стать защитниками нашей России. И, уважаемые коллеги, воспитатели, учащиеся, работники МИПО Ленинской школы-кернат, Совет ветеранов педагогического труда, РП Ленин, считай, систематическую работу вашего коллектива по патриотическому воспитанию молодежи актуальной и результативной. Примите самые искренние поздравления с Днём защитника Отечества. Желаем вам здоровья, благополучия, счастья вашим близким и родным, уверенности в завтрашнем дне и светлых надежд на будущее, бодрости духа, творческого благополения и неиссякаемой энергии». Председатель Совета. Патриотическое воспитание в школе действительно поставлено на достойный уровень. К примеру, данное мероприятие учащиеся начинают ждать задолго до его проведения. По-многому репетируют, тренируются, учатся отдавать и выполнять приказы командира. На финальном смотре всё должно пройти гладко. «Ряд, равняйся, смирно, направо, раз-два, налево, раз-два, кругом, кругом. На первой, второй рассчитайся, первый. Первый, первый, первый. В две шеренки суновейся, раз-два, три. В одну шеренку суновейся, раз-два, три. В две шеренки суновейся, раз-два, три. Направо, на месте шагом марш. Марш, левая, левая. Раз, два, три. Левая, левая. Раз, два, три. Песню запевайте. Песню запевайте. Песня. 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 Хорошо знакомые песни подпевали всем залом. Конкурс конкурсом, а дружба важнее. Все они здесь одна большая семья, где принято поддерживать друг друга, особенно самых маленьких. Для них участие в смотре – событие, происходящее впервые. Песня. 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 тяготение всегда оказывает благоприятное влияние на любимого. Большинство людей хотя бы раз в жизни переживают это прекрасное чувство. Есть такое изречение – любви все возрасты покорны. Это на самом деле так. Писатели, поэты, философы и музыканты в своих произведениях описывают любовь как чувство, способное воскресить или убить. Натуры тонкие, ранимые, чувствительные, сами они тоже переживали это чувство. Кто-то неоднократно, а кто-то лишь единожды. В 75 лет Гёте, как юноша, влюбился в 18-летнюю Улерику фон Левенцо, очаровательное юное создание. Самое удивительное то, что Улерика ответила взаимностью. И это всех шокировало. Ведь любит старик юную деву, это понятно. Но что она полюбила человека, который годится ей не то, чтобы в отце, а в дедушке, этого никто понять не мог. Между тем Улерика полюбила старика Гёте искренней пылкой любовью. Когда их разлучили, Улерика была безутешна. Она ни за кого не вышла замуж и прожила долгую жизнь. Она умерла в 96 лет. И в течение всей жизни она сохраняла в сердце память о Гёте. Очень интересные факты из биографии гения в своего времени держали во внимании весь зал. Подробности любовных отношений Есенина, Толстого, Блока заставляли слушателей по-новому взглянуть на жизнь классиков, по-другому взглянуть на их творчество. К сожалению, любовь бывает безответной, неразделённой. Для Владимира Маяковского Лиля Брик была и осталась единственной, которую он так сильно любил. Она была одной из самых ярких женщин того времени. Её отличали скорее не красота, а цепкий ум, невероятная сексуальность, способность дружить с талантливыми людьми, и превращать будни в праздник. И где бы ни появилась Лиля, в неё влюблялись все. И учитель словесности, написавший за неё сочинения, и Фёдор Шаляпин, увидевший её однажды на своём концерте, и сын фабричного миллионера, завалившего её цветами, и даже собственный дядя просел руки у родителей Лили. Она же вышла замуж за бывшего руководителя пропагандистского кружка её женской гимназии Осипа Брика. И любила его всю жизнь, хотя и изменяла ему постоянно. Несчастливая любовь Тургенева, глубокая любовь Дидро заставляла сопереживать присутствующих чувством великих классиков, осознавая, что ничто человеческое им было не чуждо. Несомненно, что буря эмоций, переживаемые талантливыми людьми, находят отражение в их творчестве. Однако существуют и исключения исправил. Ни в молодости, ни в зрелые годы Николай Заболоцкий стихов о любви не писал. Эта странная особенность отличала его от всех поэтов. Любовные стихи он начал писать в конце жизни. Николай Заболоцкий женился рано, рано обзавелся детьми и был, кажется, совершенно счастлив в семейной жизни. Жена Екатерина Васильевна была готова ради него на любые лишения и любой подвиг. Прожив с мужем 26 лет, она внезапно уходит к другому. Нельзя передать его удивление, обиду, горе. Ему нужно было немедленно доказать всем и самому себе, что он не унижен, что есть многие женщины, которые были рады его полюбить. Знаменитую и многими любимую песню «Очаровано, околдовано» он напишет совсем для другой женщины, в душе продолжая любить ту, первую и единственную. «Околдовано, с ветром в поле когда-то повенчана, вся ты словно в оковы закована, драгоценная ты моя женщина». Быстро возникший союз был непрочным и недолгим. Заболоцкий так и не смог перешагнуть через любовь всей своей жизни. «Целых два года Заболоцкий ждал встречи со своей первой женой. Когда он почти потерял всякую надежду на встречу, она вернулась к нему. Это было большим потрясением для поэта. Он пережил уход жены, но пережить ее возвращение не смог. Инфаркт оборвал его жизнь». Историю любви Владимира Высоцкого и Марины Влади знает, наверное, каждый почитатель таланта поэта и музыканта. Но не вспомнить ее было невозможно. Романтика и трагичность, взаимная тяга друг к другу и невозможность постоянно быть вместе до сих пор описываются современниками этих известных личностей. Вот в таком лирическом настроении участники мероприятия перешли ко второй его части – викторине, посвященной, конечно же, теме любви. «Обой из персонажей сказок Андерсона поцелуй был холоднее льда. У снежной королевы. Что по традиции гости кричат на свадьбе молодых? Голька. Голька. Голька». За каждый правильный ответ игроки получали бумажные сердечки. Победитель определялся по наибольшему количеству набранных сердечек, а, соответственно, и большему количеству правильных ответов. Наш выпуск подошел к концу. О своих новостях сообщайте нам по телефону редакции 3-35-08. Мы работаем для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...